Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Считаю! Раз, два, три! О, ребятоньки, смотрите! Две змеи греются! Давайте мы до одной змейки дотронемся! О, ничего себе! Вы видели, как она быстро от нас удрала! Ну и вторая тоже, естественно, дает зёру! Но вы, друзья, не подумайте! Мы не издеваемся над змейками! Мы их, наоборот, освобождаем от вот таких узлов, которые они будут здесь сплетаться в игрушке под названием Tangled Snakes! Ну и видим то, что на третьем уровне уже как раз-таки всё дело идёт к тому, что нам нужно это распутывать! Давайте я начну с фиолетовой змеи, потом красненькая! Теперь видим то, что нам, конечно же, нужно нажать на зелёненькую! Ну и эти две подружки справятся с этим нормально! Но нет, друзья! Сначала фиолетовая идёт, а потом только жёлтая! То есть тут надо, друзья, думать наперёд, чтобы наши змейки не пострадали! Но тут, опять-таки, всё просто! Сначала оранжевый идёт, вторая у нас идёт синенькая, третья зелёненькая и последняя, конечно же, жёлтая! Тем дальше мы будем проходить, тем больше, друзья, будут у нас очень и очень даже сложные узлы! Но тут я заметил то, что главное смотреть направление головы наших змеек! Вот смотрите, фиолетовая у нас идёт туда, это сразу же понятно! Допустим, жёлтую и красную тоже можно сразу же отметить! Зелёненькую и две вот этих подружки тоже, друзья, взяли и пошли! Только единственное, они немножечко забаговались, но каким-то образом всё равно прошли мимо друг друга! Ну ладно, хорошо! Нам только, друзья, это на пользу! И ничего себе! Шестой уровень выглядит уже, друзья, посерьёзнее! Потому что тут, смотрите, какая огромная оранжевая змея! Я думаю, как раз-таки именно с неё нужно и начать! Да, сразу же у нас весь этот кружочек, друзья, пропал! Сейчас тогда ещё фиолетовую змею убавим! Ну и давайте тогда нажимать на две вот эти маленькие змейки! Они как раз-таки были в заложниках у двух этих огромных гадюк! На седьмом уровне у нас опять-таки точно такой же, друзья, кружочек, только из большего количества наших змеек! Поэтому давайте тогда сейчас будем по очереди их, естественно, освобождать! Остаётся нам, конечно же, освободить беленькую и вот эту малютку красненькую! Давай, беги скорее отсюда! И вы, кстати, заметили то, что эти змейки постоянно высовывают свой язык, как в реальной жизни! Ну ладно, я начну проходить восьмой уровень с фиолетовой змеи, это, в принципе, логично! Остаётся потом, друзья, просто нам потихонечку вот так нажимать снизу вверх на наших змеек! Всё! Мне кажется, до десятого уровня мы точно будем спокойненько проходить нашу игру! Потому что пока что всё выглядит очень и очень даже довольно-таки легко! Вот смотрите, буквально за одну секунду я прошёл данный уровень! Тут, в принципе, даже и думать не надо было! Ну а вот десятый уровень, друзья, выглядит у нас уже посерьёзнее! Потому что, смотрите, вроде бы нужно освободить синенькую змею, но она ударится в хвост оранжевой! Поэтому, я думаю, надо нажать на синенькую, а потом резко нажать на оранжевую! Давайте тогда попробуем и видим то, что да, смотрите! Всё-таки у нас это получилось! Хоть и синенькая змея у нас врезалась! Ну ладно, мы тогда идём дальше и, да, освобождаем остальных змеек! Вот это я понимаю! Уже чуть-чуть стало нам посложнее! И стоп, погодите-ка! Серьёзно? У нас тут появились вот такие ловушки? Окей, друзья, давайте тогда сейчас послём сначала фиолетовую змею! И вот эту я точно сейчас пока что никуда послать не буду, потому что она попадёт прямиком на эту ловушку! И в итоге... Серьёзно? Блин, я думал, она сейчас точно уже не попадёт, но в итоге попало! Окей, попыточка номер два! Я понял то, что нужно было просто подождать, когда она пойдёт именно в правую сторону! Ну и в итоге мы спокойненько прошли одиннадцатый уровень! И видим то, что на двенадцатом уровне у нас вот эта красненькая змея лежит прямо на жёлтой! Ладно, хорошо! Давайте тогда сейчас освободим наших змеек! И получается то, что нам нужно обращать внимание ещё, как у них лежат хвосты! Ну ладно! Тут я вижу то, что синенькая без проблем пролезет! Давайте тогда сейчас нажмём ещё на вот такую бирюзовую! И дальше интересно, что нам делать! Наверное, в принципе, этому сможет пролезть, да? А, смотрите! Из-за верхней змеи она не сможет это сделать, поэтому сначала мы нажимаем на зелёненькую, а потом только на беленькую! В принципе, всё понятно стало и логично! Остальных мы, ребятоньки, освобождаем и приступаем уже к четырнадцатому уровню! Тут всё просто! Всего лишь три змейки! Сначала зелёненькая, потом оранжевенькая и, конечно же, бедняжка белая! На неё столько змей навалилось! И вов, ничего себе! Я только что нажал на какой-то бонусный уровень! И вы просто посмотрите на это! Кучу змей, которые мы должны вместе с вами, конечно же, друзья, каким-то образом распутать! Ну ладно, давайте тогда попробуем! Может быть, у нас действительно всё это дело получится! Пока что я вижу то, что у нас более-менее начинает всё это дело получаться! Только единственное, вот эта змея уже немножко запуталась! Блин, капец, друзья! Мне кажется, или мы начинаем немножко косячить! Хотя вот, одна змея пролезла, вторая тоже и третья тоже! Вот так мы будем потихонечку, конечно же, распутывать все наши незадачи! Благо то, что у нас имеется ещё три минуты, поэтому я думаю, мы со всем этим делом обязательно справимся! Вот как раз-таки у нас уже остаётся буквально меньше десяти змеюк! Распутываем тогда жёлтенькую, фиолетовую, зелёненькую! Ну и остаётся, друзья, дело за малым! Нажать просто тупо на три змейки и они, естественно, у нас распутались! И, воу, ничего себе! Я сразу, друзья, заработал 200 монеток сверху и 444 монетки у меня в сумме имеются! Давайте мы перейдём в магазинчик и посмотрим, что у нас здесь имеется! А тут у нас имеются различные аксессуары и, конечно же, скины для наших змеек! Давайте я тогда куплю первый скин, он хотя бы стоит 100 монеточек, и видим то, что они теперь у нас уже не змеи, а какие-то прикольные червячки! Ну ладно, давайте тогда сейчас мы вместе с вами их, конечно же, распутаем! Главное нам подождать вот этот дурацкий капкан, потому что жёлтенькая змея сейчас спокойненько может в него попасть! Ну теперь мы вместе с вами справились со всей этой незадачей и получаем ещё дополнительные 32 монетки! Так-так-так, вижу то, что 16 уровень у нас уже посложнее! Давайте тогда сейчас мы вместе с вами, конечно же, будем его проходить! Первое, что я вижу, это, конечно же, нужно освободить оранжевую змейку, чтобы у нас красненькая тоже смогла идти, конечно же, дальше! Теперь мы освобождаем синенькую, и красненькая тоже уже может, наконец-таки, уходить из этого логова! Ну и теперь нас встречают 5 вот таких змеек! Давайте начнём с фиолетовой, в принципе, она очень даже неплохо уползла отсюда! И мне интересно, что будет, если я нажму на бирюзовую? Ну, она просто врезалась в красную! Ладно, тут, в принципе, всё понятно, нужно этих двух отпустить, и, конечно же, вот этого самого огромного змея отпустить тоже на волю! И, вау, ничего себе! Смотрите, друзья, какая прикольная труба! Давайте посмотрим, что она сейчас будет делать с нашей змеёй! Нажимая на оранжевенькую змейку, видим то, что она просто тупо проползла по этой дыре! Так-так-так, а вот здесь, друзья, действительно уже сложновато, потому что нам надо сначала красненькую змею ударить в эту, потом пропустить жёлтенькую, и теперь уже, наконец-таки, пропустить красную! Тут, друзья, опять-таки всё просто! Нужно сначала избавиться от белой змеи, потому что она очень большая, а вот эти малышарики могут спокойненько идти, куда им нужно! Вау, нам предлагают сыграть против босса! Давайте мы, конечно же, вместе с вами это попробуем! И видим то, что тут у нас действительно всё очень и очень даже жёстко! Будем тогда, конечно же, стараться всё это дело проходить! По сути, даже методом тыка можно пройти, друзья, данный уровень, но мы всё-таки будем думать, а именно, хотя бы, друзья, вот эти боковушечки! Сначала мы освобождаем, потому что это действительно работает! А потом уже будем приступать непосредственно к центральным змейкам! Вот мы уже, друзья, больше половины распутали наших змеек! Давайте тогда продолжать в том же духе! Единственное, я не пойму, что мне делать с вот этими оранжевыми змейками! Потому что у них была реальная ситуация очень и очень даже жёсткая! Хорошо то, что одна змейка уступила другой! Ну и остаётся, друзья, дело за малым! Это, конечно же, распутать остатки наших друзей! И... Стоп, серьёзно! Мне не хватило одного шага, чтобы пройти этот левел до конца! Да, конечно, получилось очень обидненько! Но мы, друзья, понимаем то, что мы практически его прошли! Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки! Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии! Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков! Подписывайтесь на канал! Не забывайте нажимать на колокольчик! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok